Наверное, многие уже догадались, что речь сегодня пойдет о знаменитой вобле. Для того, чтобы встретиться с этой кулинарной мечтой каждого любителя пива, наша экспедиция, находившаяся на побережье Каспийского моря, отправилась на северо-запад Азербайджана, в город Мингичаур. Совершить оттвояж наших экспедиционеров заставила сильная жара. Дело в том, что вода в Каспии прогрелась до неприличных 30 градусов, и рыба, в том числе вобла, предпочла уйти подальше от берега. Итак, воблу решено было искать в реке Куре, ближе к горным району, а если точнее, рядом с Мингичаурским водохранилищем. Время путешествия Наши рыбаки вдоволь налюбовались горными пейзажами, потрясающими по красоте закатами и пополнили свои знания массой географических подробностей. Надо сказать, что с погодой в этом году всем рыболовам не повезло. Лето выдалось удивительно жаркое и сухое. В такой атмосфере поневоле придется продолжить тему, начатую в предыдущей передаче. Уж коль скоро мы затронули вопрос о ловле раков, то ловлю воблы пропустить уж никак нельзя. Вы понимаете, на что мы намекаем? Тем более, что аномально высокая в местных водоемах температура воды за 30 градусов не повлияла на клев практически только воблак. Другая рыба пребывала явно в полуобморочном состоянии. Даже перспектива стать звездой телеэкрана ее не способна была вывести из апатии. Несмотря на погодные условия, местные рыболовы неустрашимо продолжали заниматься любимым делом. Снасти у местных рыболов особым изыском не отличаются. Длинное легкое бамбуковое удилище оснащено неприлично толстым по московским меркам, леской и солидным крючком. Длинный поплавок из гусиного пера как будто шагнул со страниц Сабанеева. Но рыба здесь вроде и не замечает грубости снасти и весело и азартно берет насаженного на крючок червяка. Основную насадку при ловле воблы. Наши экспедиционеры не заметили, что местные рыболовы применяют какую-нибудь другую насадку. По неволе позавидуешь такой пасторальной картине. Где-нибудь в средней полосе России приходится запасаться и ручейникам, и опарышам, и разными кашами, чтобы потрафить вкусу рыбы. А здесь червяка никаких проблем. Надо сказать, что поклевка на такой снасти выглядит чрезвычайно эффектно. Поплавок не спеша ложится на воду и едет в сторону. Как только повело, можно подсекать, и промахов практически не бывает. Все попытки наших экспедиционеров разузнать что-нибудь о прикормке или других насадках оказались безуспешными. Все мы сами являемся довольно азартными рыболовами, поэтому просто наблюдать со стороны, как местные любители весело таскают из воды рыбку за рыбкой, оказалось выше наших сил. Тем более, что было интересно узнать, а какую по размеру воблу можно поймать здесь на удочку, если применить кое-что из арсенала спортивного рыболовства. Первое, с чего начали наши рыболовы – прикормка. Надо сказать, что, отправляясь в эту экспедицию, мы заранее решили, что основными героями передач будут местные любители рыбалки, так что участники съемочной группы захватили с собой самый минимум снастей, так, чтобы половить свободное от работы время. Прикормка осталась дома. Но это не страшно, скорее неудобно. Готовые сухие прикормки не настолько давно появились у нас в продаже, поэтому память еще сохранила собственные рецепты изготовления. В принципе, имея под руками минимум подсобных средств, даже те же самые каши можно изготовить довольно эффективные прикормки относительно простого состава. Вопрос лишь в том, чтобы ими грамотно воспользоваться. Неумеренное употребление всяческих каш, как известно, может вызвать эффект обратной ожидаемым. В теплой летней воде содержится масса микроскопических организмов, начиная от разнообразных бактерий, простейших грибков, инфузорий и кончая мелкими членистоногими, циклопами и дафниями. Все они с большим удовольствием воспримут попадание в воду питательных веществ и непременно воспользоваться прикормкой, как пищевым субстратом. Только вот результатом их жизнедеятельности является быстрое закисание прикормки, а рыба от такой пищи старается держаться подальше. Так и получается, что рыба поначалу подходит на прикормку, но столь же быстро и уходит. И рыболов остается ни с чем. Выход из этой ситуации довольно прост. Каши в прикормку надо добавлять совсем немного. Ровно столько, сколько успеет съесть рыба до того, как начнутся процессы брожения. Поэтому основное правило при прикармливании кашами звучит по-ленински просто. Лучше меньше, да лучше. Кроме того, полезно ввести в состав прикормки балласт, он же разрыхлитель. Для этой цели великолепно подходит крупный речной песок или мелкий гравий. Хорошо, когда прикормка пахнет знакомой рыбе пищей. С этой целью вводим в состав прикормки рубленных червей, раз черви считаются основной насадкой. Если червей класть целиком, часть из них расползется и успеет закопаться в грунт. Остальные будут быстро выедены рыбой. С фаршем рыбе придется повозиться гораздо дольше. Да и аромат от целых червей не такой интенсивный, как отрезанных. Кроме того, пропахший червями балласт будет долго удерживать рыбу у прикормленного места. Дробные мелкие вкусно пахнущие частички только повышают пищевую мотивацию воблы, как говорят ученые, и усиливают аппетит, как говорят рыбаки. Чисто практически удалось установить, что чем южнее мы ловим, тем лучше рыба относится к запаху жареных семечек подсолнуха. Поэтому и этот ингредиент добавляется в прикормку. Но если быть объективным до конца, состав прикормки иногда трудно объяснить с позиции логики. Однако, как бы то ни было, теперь остается только развести смесь водой, чтобы готовая прикормка лепилась в комки. Комки делаем небольшие, и прикормка расходуется экономнее, и нет риска перекормить рыбу. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ После заброса первой порции, при кормке, надо быть готовым к тому, что начнет клевать некрупная рыба. Мелочь меньше обращает внимание на шум от падающей в воду при кормке, да и ведет себя всегда активнее, чем крупная рыба. Крупняк всегда менее активен, за исключением периодов интенсивного жора, поэтому стоит запастись терпением и внимательно проследить за развитием событий. Если клев мелочи будет продолжаться более часа с неослабевающей силой, значит, сможет подбросить еще немного. Вполне может статься, что мелочь быстро выела первую порцию корма. В любом случае, торопить события не стоит, и следующую дозу надо бросать в воду только тогда, когда будет полная уверенность, что предыдущие уже съедены. В этот раз рыба не преподнесла никаких сюрпризов. События развивались как по писаному. Постепенно на прикормку подошла вобла покрупнее. Некоторые экземпляры даже удостаются чести быть принятыми в подсак. Леска у наших рыболов тонкая, поводок 12 сотых миллиметра, а с хорошим трофеем расставаться не хочется, тем более, что наш провожатый обещал сделать из нее что-то особенное. Настало время проверить утверждение местных рыболовов, что в область здесь признают только червя в качестве насадки. Но, с другой стороны, практический опыт подсказывал нам, что практически любую белую рыбу в средней полосе и на юге можно заставить клевать на паренную перловку. Для этого необходимо добавить ее в прикормку. Постепенно рыба распробует, что это ей предлагают, и начинает активно брать новую насадку. Между тем, местные черви оказались не очень качественной насадкой, во всяком случае, на удочках наших экспедиционеров. В сравнении с нашими, они были какими-то стройными, хрупкими и ломкими. В результате мелкая вобла довольно безнаказанно объедала червяка с крючка. Напротив, правильно приготовленная перловка держалась на крючке довольно прочно. Если есть желание ловить рыбу покрупнее, достаточно насадить на крючок не одно зернышко, а два-три, и тогда мелочь не сможет ее заглотить. Необходимо, правда, заметить, что нет правила без исключения. Так, например, Ахтубинской густере было абсолютно все равно, какого размера насадка. И некрупная рыба с одинаковой самоотверженностью бросалась и на одинокое зернышко кукурузы, и на солидный кусок жмыха. Впрочем, об этой рыбалке мы уже рассказывали, а потому вернемся к нашей вобле. Весь процесс ловли много времени не занял. Как вы помните, погода в Азербайджане стояла жаркая, поэтому проблема, как поймать, была решена быстро. И во весь рост стала проблема, как сохранить. Вялить рыбу на жаре довольно сложно, а в полевых условиях о холодильнике можно только мечтать. Так что ловить лучше ровно столько, сколько можно съесть за один раз. Рыба в чистой воде горных рек вкуснейшая, и просто жалко выбрасывать испортившуюся. Поэтому, какой бы азартной ни была ловля, не стоит терять голову. Среди воблы, так сильно напоминающей подмосковную плоту, экспедиционерам попалась пара рыбок сходных суклейки, только покрупнее. Это оказалась шимая, довольно интересная рыба из семейства Карповых. Название ее происходит от искаженных слов «шахмайе», что означает «царская рыба». Нежное жирное мясо ее отличается тонким вкусом, и раньше эту рыбу подавали к столу коронованных особ. К сожалению, наши рыболовы поздно поняли, как ее ловить, да и корону где-то оставили. Но в одной из будущих передач мы обязательно постараемся познакомить вас, дорогие телезрители, поближе с этой удивительной рыбой. У подавляющего большинства людей слово «вобла» автоматически ассоциируется с продуктом, подаваемым к пиву. Наш провожатый Ешарт, служащий комитет по охране природы Азербайджана, находящийся с окружающей средой в некой профессиональной свойской с оттенком панибратства гармонии, предложил приготовить из лова несколько неожиданных блюдов. Очень хороша оказалась «вобла» жаренная. Для начала, чтобы избавиться от мелких вилочковых костей, которых в спинной части тушки рыбы очень много, Ешарт сделал частые насечки поперек туловища до самого хребта. Если после такой операции прожарить тушку в толстом слое кипящего растительного масла, надоедливые мелкие косточки свертываются и как будто исчезают. Приготовленную таким образом рыбу можно смело употреблять в пищу, не боясь, что кость застрянет, если есть причина этого опасаться, в горле. Это замечательное блюдо явилось настоящим украшением вечернего стола, заваленного щедрыми дарами кавказской земли. Как ни странно, виноград и гранаты великолепно сочетаются с жареной рыбой. Дары тщательно охраняемой природы стали исчезать со стола с такой скоростью, что наш оператор отложил в сторону камеру и присоединился к едокам со словами «Если работа мешает рыбалке, долой работу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова